МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Никакой Турции, Египта и Таиланда. Депутаты хотят запретить россиянам популярные курорты. Как это скажется на Калининградсе и куда будем ездить отдыхать? В ожидании приговора подозреваемый в убийстве 20-летней студентки заключен под стражу. Вальс бронетехники в открытом море, как в Балтийске, прошла первая репетиция парада ко дню военно-морского флота. Бросался на женщину и угрожался сжечь машину. В Калининградской области осужден опасный рецидивист. Две участницы, лучшие парикмахеры-визажисты и кардинальное преображение на глазах у телезрителей. В эфире готовится новый выпуск соум-модный янт. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Екатерина Горюшинская и главная тема дня. Турция не для русских, а также Египет и Таиланд. С предложением закрыть доступ в эти страны российским туристам выступил депутат из Санкт-Петербурга Евгений Марченко. Он предлагает нашим соотечественникам проявлять больше патриотизм и не менять национальную валюту на отпускные деньги, а отдыхать в родных Ялте и Крыму. Но насколько выгодны курорты Краснодарского края калининградцам? И почему, несмотря на египетские забастовки и арабские пикеты, они не согласны променять турецкие песчаные пляжи на Куржскую косу? Тему продолжит Антонина Слатвинская. Сергей Скворцов ездит в Турцию три раза в год. Ему нравится Таиланд, даже отметил там собственную свадьбу. Пять раз был с женой Анны в Египте. Представить, что граница в эти страны будет на замке, он не может даже гипотетически. В феврале там Египет обычно у нас, летом Турция, в конце года там Таиланд. И как-то, как бы, живем, можно сказать, от отдыха до отдыха. Сергей голосует за пляжный отдых формата «Все включено». Ему не хочется покупать туры на российские курорты, особенно после отзывов знакомых. Услышал, что потрачено очень много денег и стояло у плиты целый день. Скворцово путешествует без детей, но многие калининградцы выбираются в отпуск всей семьей. Педиатры уже довели повторение сезонных инструкций до автоматизма. Не перегреваться, не сидеть по полдня в воде, не есть незнакомую пищу, не выходить из привычного режима сна. И уж если решили поехать за рубеж, советуют выбирать тур длительностью как минимум 2-3 недели. А климатизация – дело не пары суток. Лучше отдыхать дома. И питаться теми фруктами, овощами по сезону. Пить ту воду, которую привыкли, которую мама пила во время беременности. И отдыхать, не меняя резких климатических условий. Попробую сравнить два варианта отпуска – российский и турецкий. И с Калининградом не лететь примерно одинаково в оба направления. По три часа. У меня есть неделя, и я ищу отель «Три звезды». Мне также важна чистота пляжа и уровень сервиса. Тур в Турцию обойдется мне от 17 тысяч рублей. А путевка в Сочи начинается от 20. В кризис мне хочется сэкономить, поэтому, пожалуй, я продолжу изучать предложения турфирм. Ну, а калининградцы сделают свой выбор в пользу России или за границей, исходя из личных побуждений. Калининградской области действительно есть чем гордиться. Сюда приезжают жить, работать и скупать янтарные украшения иностранцы. Международная федерация футбола снимает ролики к чемпионату мира, которые облетают все страны от Швейцарии до Казахстана. А местные турфирмы предлагают новые и интересные формы отдыха. Маршруты в Полесский район, где можно покататься на лошадях, где можно погрузиться в атмосферу сельской жизни, где можно пообщаться с домашними животными, подоить корову, выпить свежего молока и позавтракать свежими натуральными фермерскими продуктами. А если вспомнить истории о несчастливом отдыхе, то и вовсе можно передумать выезжать из страны. Так, весной этого года мы рассказывали о двух калининградцах, для которых отпуск закончился трагедией. Александр Сергеичек неудачно нырнул в Испании и сломал позвоночник. Он до сих пор лежит в больнице Валенсии. Именно лежит, потому что встать не получается. А в мае 2014 года на египетском курорте Шарм-эль-Шейх погиб шестилетний калининградец. Мальчик утонул в бассейне отеля прямо на глазах взрослых. Депутат Мусевич сегодняшнего дня тоже ушел в отпуск. Ни в Турцию, ни в Таиланд не поехал. Остался в регионе. Я вот вчера услышал, что Ростуризм разворачивает широкомасштабную рекламную кампанию, по рекламированию российских территорий для отдыха. Вот это гораздо, мне кажется, разумнее, потому что людям нужно дать альтернативу. Это очень здорово, если россияне захотят отдыхать на своей территории, поверьте, у нас есть где отдыхать. Вот тут же наш дорогой Светлогорск тому примером хорошим. Что касается закона, грозящего запретом на выезд в теплые страны, то жителям нашего региона волноваться рано. Это пока только проект документа. На его согласование уйдет немало времени. Можно успеть съездить не по разу. Депутаты областной думы и вовсе шутят. Это просто законодательный зуд. Питерским коллегам тоже пора в отпуск. Антонина Слатвинская, Максим Кириченко, Служба новостей город. Мэры в отставку с таким лозунгом сегодня десятки горожан вышли в центр Калининграда. Интересно, что митинг этот запланированный и одобрил ее еще неделю назад сам Александр Георгиевич. У памятника земелькам-космонавтам собрались все, от представителей партии до неравнодушных горожан. На транспарантах и растяжках лозунги. Одни требовали вернуть жилье, другие запретить строительство колейно-солевых шахт, третьи хотели навести порядок в городе. Но всех объединяла одна идея. Александр Ярошук должен уйти. У меня, как и у многих калининградцев, много чего не устраивает городской политики. Начиная с транспортного коллапса, который происходит в нашем городе, затем точная застройка, я не знаю, деньги, которые тратятся на пиар Ярошука. И он об этом открыто нам рассказывает. Но на митинге были и те, кто напротив поддерживает нынешнюю власть. Хочу отметить, что вступив в должность Ярошук, вот Ярошук вступил, произошли большие глобальные изменения. У каждого правителя есть и плюсы, есть и минусы. Что-то он может сделать, что-то по каким-то причинам в данный момент не получается. Организаторы сообщили, что на митинг был приглашен и сам Александр Ярошук, но он так и не пришел. А что еще, кроме отставки Александра Ярошука, волнует калининградцев, расскажем далее в новостях короткой строкой. Таксист, обвиняемый в гибели студентки, заключен под стражу. Мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено лишение свободы до 15 лет. Напомним, 28 июня в Гвардейском районе 38-летний таксист избил 20-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась на месте. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Через Мамонова разрешили перевозить радиоактивные отходы. Погранпереход попал в перечень пунктов пропуска, предназначенных для ввоза на территорию России химических, биологических и радиоактивных веществ, а также других грузов, представляющих опасность для человека. О постановлении сообщили в четверг. Участников Балтийского Артека проверят на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Также на территории форума распространят информационные брошюры и проведут анкетирование участников на знания о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Желающие смогут пройти анонимное обследование. Калининградцы хотят вернуть в область Роминтинского оленя. Забрать скульптуру планируется у жителей Смоленска. С таким заявлением выступил краевед Борис Адамов. В Смоленске скульптура появилась после войны. На боку трофея можно было прочитать надпись «Подарок от Восточной Пруссии детям Смоленска от двордейцев». Одержал победу. Футбольный клуб «Балтика» выиграл у астраханского «Волгаря» со счетом 2-1. Игра проходила на Калининградском стадионе. Счет в матче был открыт уже на второй минуте. Отличился новобранец клуба Ишхан Гилаян. Следующий матч «Балтика» проведет на выезде. 20 июля команда встретится с футбольным клубом «Енисей» в Красноярске. Десятки военных кораблей, катеров, вспомогательных судов и авиация. Участие примут все. В четверг, 16 июля, в Балтийске провели генеральную репетицию парада ко дню ВМФ. В этом году военно-морской праздник будет зрелищным, как никогда. Организаторы подготовили массу сюрпризов. Что ждет гостей торжества, расскажет Кирилл Попов. Гром от снарядов оглушает пока немногочисленную толпу зрителей. Но 26 июля на набережной судоходного канала и яблоку негде будет упасть. А пока новый залп. Подводные лодки и быстроходные катера, десантные и сторожевые корабли. В параде примут участие более 50 единиц техники и около полутора тысяч человек. На репетиции же все действия доводятся до автоматизма. Даже аварии здесь происходят четко по плану. Пока одни боролись с пожаром на корабле, на суше разведчики боролись друг с другом. Рукопашный бой стал неотъемлемой частью водно-спортивного праздника. Своё умение они также проявили, отбив пиратское судно у неприятеля. Веселый Роджер сменяется российским триколором. Всего разработано 15 эпизодов. Традиционно наш водно-спортивный праздник откроет театральная музыкальная постановка ВИВАД военно-морскому флоту России. Праздник будет довольно насыщенный. Займет порядка двух часов. То есть зрители смогут увидеть мощь военно-морского флота России, мастерство экипажей кораблей Балтийского флота и летчиков морской авиации. Однако некоторые специально приходят и приезжают смотреть именно репетицию. Это избавляет от борьбы за место в первых рядах, давки на набережной и пробок на трассе в день праздника. Жительница Балтийска Анна и вовсе уверяет, что горожане предпочитают оставаться в этот день дома. Ведь на парад съезжаются гости со всей области. На самом деле посмотреть репетицию парада могли не только жители Калининградской области. За всем происходящим здесь наблюдали из Москвы. Благодаря вот этой машине с современным спутниковым оборудованием онлайн-трансляция велась прямо в кабинете Министерства обороны. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей город. Говорит и показывает Первый городской. Сегодня наш телеканал стал вещать и еще в одном городе области. Теперь самые свежие новости и самые яркие программы смогут смотреть и на побережье в городе Балтийске. Зеленоград, Светлогорск и Гусев – это лишь часть городов, в которых уже есть яркий свежетвой. Вещание Первого городского канала покрыло почти всю область. Теперь возможность быть в курсе всех событий региона, следить за модными тенденциями и меняться с Первым городским есть и у балтийцев. Яркий свежетвой наконец завоевал город Балтийск. Теперь каждый житель города Балтийска сможет смотреть наши программы. Долго к этому шли и наконец мы этого добились. Поздравляю город Балтийск. Яркий свежетвой с вами. Аудитория 180 тысяч человек пополнилась. Если в вашем городе до сих пор не появился Первый городской, смотрите прямую трансляцию в интернете. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Бросался на женщину и угрожался сжечь машину. В Калининградской области осужден опасный рецидивист. Зебра сменила окрас. На калининградских дорогах появится новая разметка. Две участницы, лучшие парикмахеры-визажисты и кардинальное преображение. На глазах у телезрителей к эфиру готовится новый выпуск «Соу модное я». Все это через пару минут. Оставайтесь с нами. ДТП под Гвардейском. Трезвое поколение и взятка в Янтарном. Самые интересные криминальные события Калининграда и области далее в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». Плюется в лицо, избивает женщин и вымогает деньги. Балтийский суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который совершил ряд тяжких преступлений. Так, например, два года назад мужчина плюнул в лицо девушке, а потом избил ее. Также подсудимый неоднократно вымогал деньги жителей города, угрожая сжечь их машины. При задержании у него были обнаружены крупнокалиберные патроны. Суд приговорил балтийца к пяти годам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил. Стали известны подробности поджога машины в Черняховске. Напомним, в прошлую пятницу там сгорел грузовик. Со слов свидетелей и записей камер видеонаблюдения полиция установила, что к происшествию может быть причастна 23-летняя девушка. По указанной видеозаписи предъявленный потерпевшему последний опознал свою бывшую сожительницу, с которой у него в настоящее время были конфликтные отношения. Девушка подожгла машину самодельным факелом. Но во время пожара она чуть не пострадала сама. У нее в руке загорелась сумочка. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Во вторник поздно вечером на улице Невского произошла авария. Две легковые машины столкнулись на перекрестке. От удара БМВ пробило дорожное ограждение и врезалось в киоск. Водителя Volkswagen госпитализировали. Отметим, что в прошлом году на этом же перекрестке и в эту же палатку также врезался автомобиль. Инспекторы ГИБДД предложили водителям, попавшим в ДТП, составлять европротокол. Теперь, если потерпевшие признают условия аварии и оценивают свой ущерб до 50 тысяч рублей, они могут оформить ДТП сами, сфотографировать место происшествия и отправить все документы в страховую фирму. Данные изменения в правилах дорожного движения направлены на упрощение процедуры оформления ДТП, сокращение времени оформления происшествия и, как следствие, снижение помех для движения автомобилей, уменьшение заторов. Как правильно оформлять европротокол, можно узнать на сайте ГИБДД. Павел Пкачев, Служба новостей, город. В Калининграде начали наносить новую дорожную разметку. Работа с разделительными полосами практически закончена. В городе появляются пешеходные переходы по новым правилам. Классическая зебра заиграла новыми красками, теперь ее окрас стал бело-желтым. Для новых пешеходных переходов закупили новый желтый пластик. Наносится он в специально подогретом состоянии. Такой материал прослужит до двух лет, что гораздо дольше, чем обычная краска. Чтобы обновить все переходы города, дорожной службе необходимо 180 тонн пластика. Правда, из-за нехватки финансирования, количество материала меньше почти в семь раз. Поэтому части зебры будут нарисованы по старинке краской. Работы по нанесению новых пешеходных переходов должны завершиться к 1 сентября. А к 1 октября дорожные службы планируют полностью закончить обновление разметки в Калининграде. Две участницы, модные наставники и кардинальное преображение. Новая серия реалити-шоу «Модные я» уже готова к эфиру. Две героини поборются за звание «Самое стильное» и получат призы. О том, почему плачут даже рок-дивы, расскажем на Первом городском канале. У подруг Юлии и Насти не только общая квартира, но и гардеробная. Одна предпочитает классические наряды, другая – яркие вещи. Но это только по их мнению. Команда проекта «Модные я» научит девушек быть в тренде. Модный стилист подарит подругам абсолютно новый образ, а его старание оценит эксперт. В этот раз это диджей Дмитрий Матковский. Он разбирается в моде не хуже, чем в музыке. Дмитрий и решит, кто станет самой модной калининградской на этой неделе. Слезы, радость и соперничество, неподдельные эмоции и невероятное преображение. Смотрите 20 июля в 20.00 на Первом городском канале. В Калининграде снимают кино, в Балт-Артеке появился двухметровый тургенев. Это и многое другое. Сегодня обсуждали калининградцы в Facebook, Instagram, ВКонтакте и YouTube. Смотрите нашу постоянную рубрику в социальной сети. «Не хочу ни с кем воевать» – так называется фильм, «Который сняли эти калининградцы». В картине рассказывают истории об уличном певце, у которого украли песни. Шарф, пальто и шапка – привычный пляжный наряд для калининградцев. Комментариях шутят. В нашей области это норма. Отважные белки из Центрального парка. Автор пишет, что животные в погоне за лакомством готовы вместе с орехами выхватить телефон из рук. Двухметровый тургенев. В Балтийском Артеке появились гигантские обложки книг. Жители Паладочного города пишут, теперь читать можно всем лагерям. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа Первого городского канала. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. И беритесь в фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Наслаждаясь летом, гуляя с ребенком, ищу девушку. Что радует калининградцев, смотрите в нашем традиционном опросе. Отдыхаем в парке, катаемся на каруселях, на самокате. Все здорово. На свежем воздухе я занимаюсь любимым делом. Все отлично. Я живу в Доме ветеранов. Это не жилье, а сказка. Какой у нас директор замечательный. Вообще очень хорошо. Я довольна. Настроение замечательное. Как видите, сегодня погода радует. Лето хоть у нас и недолгое, но есть все же. Вот с мелким гуляем, отдыхаем. Настроение отличное. Лето вообще офигенное. Занимаемся спортом, тренируемся усиленно. Все здорово. Да, у нас здоровый образ жизни. Все здорово, все огонь. Меня недавно бросила девушка, поэтому сердце мое свободное. На сегодня это все. В студии для вас работала Екатерина Гришинская. Все наши новости дублируются в нашей группе ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе событий. Всего вам доброго и увидимся в городе. Присоединяйтесь к нам и увидимся в городе.